ДТП 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 Решили увезти у себя в федерации. Почему? Еще раз объясню. Потому что детям это интересно. Мы только про это сказали. Дети загорелись. Захотели себе другие пояса другого цвета. Захотели разделиться по рангам. То есть сейчас у нас дают новички. Дети, которые занимаются от 3 до 6 месяцев. Следующую сдачу уже на 6-ю ученическую степень будут сдавать ребята более опытные. Те, кто выступает в соревнованиях. Те, кто занимаются уже от года и более. С каждой степенью сдача на пояс будет проходить сложнее и сложнее. И требования будут гораздо жестче. В течение нескольких часов спортсмены демонстрировали навыки техник падения, бросков, акробатики, страховок. Также надо было качественно выполнить ряд упражнений на общую физическую подготовку. В ученическом ранге нужно показать в первую очередь технику кувырков и страховки. Это самое главное. Чтобы ребенок делал кувырок вперед, кувырок назад, падение в стороны. И он себя страховал. Страховал рукой. Чтобы он со всего размаху не ударился спиной о пол, а подстраховал себя руками в первую очередь. То есть нагрузку забрали руки. Также у нас норматив нужно залезть по канату 3 раза у детей. И сдача физических упражнений. Таких как отжимания от пола, упражнения на спину, упражнения на пресс и приседания с напрягами. Но то, что они сейчас и делают. Нужно сделать три круга по 30 раз. Это довольно-таки нелегко. Тем, кто не справлялся, объявляли предупреждение. Больше трех – пересдача. Через полгода большинство рукопашников смогли выполнить нормативы. Вскоре им пришлют официальные сертификаты о присвоении своих степеней и заслуженные пояса. Поздравляем юных устилинцев с новыми достижениями. И надеемся, что в этом виде спорта они прославят наш город на областных и других соревнованиях. Если взять наш новый учебный год с сентября, у нас прибавилось детишек практически в два раза. Если у нас было около 250-300 детей, у нас теперь занимается около 500 детей. Потому что мы открыли еще один зал в поселке Неван. У нас тренирует мой же ученик Зарубин Иван Александрович. Пришло очень много детей. И в поселке Железнодорожный в первой школе мы еще один зал открыли. И туда прибавились тоже наши дети. Там тренируется Сафаров, Хуманих и Кмантулович. Девочек действительно стало у нас много. Если раньше у нас в федерации было максимум пять девочек, то у нас очень много девочек прибавилось в поселке Неван. Там очень боевые девочки. Наверное, около 40 или 50 девочек в федерации теперь у нас есть на весь город. Те, кто занимаются рукопашным боем. И это очень радует. И при том, что девочки приходят очень сильные и проводят таких же других девочек. И у нас растет конкуренция. То есть девочки у нас сейчас действительно очень сильные. И вот на следующей неделе у нас будут проходить соревнования в Братске по рукопашному бою. Эти новые девочки впервые поедут уже на выездной турнир по рукопашному бою драться с другими девочками. Мы желаем вам удачи. Благодаря студентам УИТ и ЛТУ, волонтерам городского отделения партии «Единая Россия» и «Мелодой гвардии» Устилимского района, боевому братству «Вангер», а также предпринимателям города, была отремонтирована квартира участника специальной военной операции, который вернулся после ранения домой. Пока Александр Дмитриевич Тевелик был в зоне боевых действий, в его квартире прорвало батареи. Из-за этого не работало отопление, пострадала электрика, окна и мебель. Совместными усилиями в кратчайшие сроки неравнодушными жителями были установлены новые оконные проемы. Постелен линолеум на клееные обои, заменена сантехника. Сейчас обустройство жилья на финишной прямой. Осталось найти мебель. Хорошо, что есть люди, которые понимают, что все ребята, которые находятся в зоне СВО – настоящие герои. Они должны оставаться в поле особого внимания и всесторонней поддержки абсолютно во всем. Устелемцы своих не бросают. В прошлом году спортивно-молодежный центр «Притяжение» принял участие в конкурсе отбора молодежных площадок для организации и приведения Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты» в 2024 году. По данным организатора конкурса поступило 182 заявки от 61 субъекта Российской Федерации. 78 площадок было выбрано для проведения конкурса «Росмолодежь. Гранты», в числе которых у Стелимск фестиваль талантливой молодежи «Первый в притяжении» пройдет осенью 2024 года. А пока в СМЦ «Притяжение» работает проектный офис, где можно получить консультацию по формированию заявки, ее наполнению и основам защиты своего проекта. Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город».